Салют, это снова вы, это снова я, а меня зовут Евгений Кузьмин, я основатель школы дизайна номер один АПРОК. Сегодня будем разбирать реальный коммерческий проект для джазового зарубежного исполнителя. И делать его на тильде будем как бы продвигать тильду в массы, скажем так. На всякий случай уточню, что проект сделал моим студентам школу дизайна АПРОК, и у нас бесплатно есть помощь своим студентам на макете Middle Plus, где мы от начала до конца помогаем бесплатно делать реальный коммерческий проект. То есть это самое крутое предложение, которое есть на рынке среди школ дизайна, где с вами прям и научат круто делать, и еще будут поддерживать на всех ваших проектах, чтобы вы и в студиях, и в компаниях, и на фрилансе делали проекты по уровню ведущих компаний. Что ж, пояснил немножко, что у нас тут происходит, и предлагаю перейти к своему делу. Что ж, присунем к процессу, и непосредственно сразу поясню. Чтобы создать хороший дизайн, нужно пройти все этапы последовательно. То есть нет такой кнопки, взял и на тебя нарисовал. Ни миджорни, ни какая нейронка никогда за вас всю работу не сделает. Точечно? Да. Полностью? Нет. И вот я учу школе дизайна опрок точно так же, как делаю реальный коммерческий проект. И вот все, что сейчас вы увидите, это полностью повторяет наше обучение и реальные процессы. Первое, с чем мы начинаем, это накидываем примерные блоки, структуру, чтобы примерно понять, что нам необходимо. После этого мы делаем, скажем, первое приближение, накидывая общее расположение текста. Сразу предупрежу, что на этом сайте стилеобразующими страницами стали about и страница с мероприятиями. Уточню почему. About — это текстовая страница, где у нас есть контент. А мероприятие — это ключевая страница, где у нас контент в табличном формате. То есть мы как бы взяли две противоположности, на основе них сформировали весь стиль. Давайте начнем с страницы about, потому что она у нас самая сложная получилась. Итак, мы накидали первое приближение, а вот тут мы уже начали формировать первую сетку. Проблема этого макета, что фотографии как-то разбросаны, и, скорее всего, здесь будут слишком мелкие, неудачные фотографии. Следующий вариант. Попробовали вот такую вот арочку, круг, ну, типа, что-то еще раз. Покомбинировали, отошли от этого. Поняли, что слишком сложно, здесь попробовали вариант попроще. Тоже не то. Здесь вариант, когда у нас фотография занимает половину обложки. Интересное решение, но, возможно, не подойдет. Здесь по центру, то есть такая вот связь. Посередине объекты, ну, немножко раскиданы. То есть, видите, мы как бы пытаемся утрамбовать детали и пытаемся понять, как они лучше, удачнее будут смотреться. И количества деталей не должно быть слишком много, иначе у пользователей будет, ну, просто перегрузка когнитивная. Далее у нас что-то начинает уже формироваться. Вот видите, этот круг, запомните его. Кстати, по направляющим у нас, если в предыдущем варианте вот сформировалась центральная направляющая, по ней контент, иногда вторая направляющая, здесь второй столбик располагается. То есть, здесь мы добавили еще одну направляющую. То есть, у нас центральная осталась и еще по левой границе все выровняно. Заголовки у нас по левой границе. Вот такая вот лесенка. Кстати, в дизайне лесенка у новичков это не очень хорошо. И, окей, как промежуточный вариант это нормально, но мы потом взяли и сформировали только две направляющие. Левая по второй колонке. И они стали основными. То есть, по левой у нас заголовки и текст у наших ключевых фраз. По второй, это у нас начало красной строки и сам контентный текст. Вот. То есть, мы как-то так для себя уже немного устаканили расположение текста и примерно общее расположение фотографий. Фу, выдохнули. Хоть какое-то направление начало формироваться. Тут мы опять поэкспериментировали. Ну, что-то вот здесь какая-то большая каша получилась. Окей. Попробую еще одну сетку. Кстати, какое-нибудь из этих решений можете даже у себя когда-нибудь применить. Потому что, в принципе, вот это вот интересная сетка, но, скорее всего, она не подойдет для внутренних страниц, потому что она, скажем, обязывает именно к этому конкретному расположению контента. Здесь у нас опять мы возвращаемся к тому, что направляющие со второго столбика выравнивается. И вот этот до конца края. Так, ладно, не буду вас томить. Давайте плавненько перейдем. И вот таким образом мы туда-сюда крутим, пробуем. И примерно такой механизм мы шли. Видите, у нас текст по центру. Это нормально. Нам нужно, как бы, перебрать варианты и к чему-то начать приходить. Это занимается средним где-то, допустим, один рабочий день. Но на основе этого, так как вы уже, на самом деле, прогрузили примерно за счет формирования вот таких вот блоков все по всем страницам, как будет выглядеть, возможно, и другие страницы. Потому что пока вот это рисуете, вы еще думаете о других страницах. Так, ну у нас еще один вариант. Не очень удачно, потому что здесь все прям посередине. Это, ну, скучновато все выглядит. Какое-то направление у нас начало формироваться. То есть мы решили, что у нас будет центральная линия. Заголовок по левой границе и по центральной границе. Контентная область по правой. Здесь у нас красная строка. Ну, неплохо. Но не так хорошо, как хотелось бы. И поэтому мы начинаем пробовать немножко еще варьировать. И вот помните, текст на... Вот только что сейчас смотрели вариант, когда у нас контент у нас по центру. В принципе, с фотографиями это стало как-то полнее смотреться, но все равно недостаточно. Вот этот круг интересное решение, но никакое-то оно недостаточно. Здесь у нас фотография уменьшилась и... В общем, не то. И вот так вот, по аналогии того, то, что мы уже до этого нарисовали, мы начинаем пробовать с фотографиями, что что-то удачно, что-то неудачно. Давайте ближе уже к финалу. Так вот можно просто долго каждую страницу разбирать, потому что, в принципе, во всем этом есть логика, но она, скажем, недозавершенная. Вот это решение, кстати, нравится. Здесь есть и оригинальность, и логика. Но все равно немножко тяжело это воспринимать, поэтому нужно немножко подупрощать. Кстати, в комментариях напишите, какой вариант вам из этих больше всего понравился, может быть. Движемся дальше. Тут у нас появилось решение с кругом, что фотография в круге. В принципе, что-то в этом есть. Надо его запомнить. И непосредственно здесь круг, 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 круг. И круг, кстати, в обложке начал формироваться. Вот это интересно выглядит. И в какой-то момент у вас переключается. И получается вот этот вариант. То есть, помните, мы говорили про красную строку, про центральную направляющую, про круги наши. Они здесь используются. Давайте разберем сетку здесь. Здесь у нас направляющая, фиксирующий контейнер слева и справа. И центральная направляющая, по которой идет линия взгляда. И посмотрите, как изящно эта линия взгляда проходит через фотографию. Здесь ровно по центру лица. Здесь непосредственно полностью симметрично разделяю фотографию. Здесь опять же полностью по линии человека. И как бы деля его то, что сам человек справа, и лес, его, видимо, душа или ощущение слева. То есть, как бы такой симбиоз с фотографиями. И наш About Me мы как бы аккуратно разместили. У нас получилось, что мы заполнили все пространство. Этот текст по центру. Заголовок опять по центру. Здесь у нас используется красная строка, но нестандартная, потому что две строчки мы на красную строку отдали. И если это уникальное решение, но оно как бы не избыточно переигрывает. Поэтому оно достаточно как бы считывается. Вот. Потому что текста не очень много, правило достаточно простое. И оно подчеркивает вот эту линию взгляда, по которой пользователь должен пробегаться вниз. И здесь у нас круг. Интересная вообще метафора с этими кругами. Мне кажется, это некоторая наполненность внутренней души и, соответственно, глубины, которую он хочет передать и вокруг вас заполнить вот этим исполнением. Вот в этом исполнении фотографии мне нравится то, что она сливается с фоном. То есть, у нас нет четкой границы перехода. Это круто. Мы не сильно замечаем этот переход, потому что у нас текст поверх. И он такой акцентный. Само-со после того, как я это вам показал, скорее всего, вы уже теперь не разведите, что здесь есть граница, вот. Но это не критично, потому что, в принципе, есть логика. И у нас получается такой симбиоз круглых, квадратных и, опять же, круглых. То есть, обратим внимание, с чего мы начали, на том и закончили. Это такой хороший режиссерский ход. Ну, в фильмах вы сейчас, наверное, такой встречали. Мне очень нравится. Получилось лаконично, легко считывается. Есть метафоры, которые как бы не бьют под дых, а вот так вот очень аккуратно, глубоко спрятаны. И давайте теперь посмотрим, как страница с событиями выглядит, как мы ее создавали. И потом перейдем как раз к главной страничке. И, как мы видим, механизм такой же, как и присоединение страницы about. Вот у нас есть первый прототип, уже более детальный. Барфреймы грубо накиданные. И, соответственно, первое приближение. По поводу событий. А логично, что события – это табличные данные. События на странице исполнителя – это одна из самых ключевых вещей. Потому что ради этого и приходят вообще на сайт, чтобы посмотреть, когда у него концерт и что можно увидеть. По поводу событий – это всегда дата, место. Место – это название площадки и город. И с возможностью купить этот билет. Тут, кстати, еще важный момент – подписаться на события, чтобы не пропустить. И мы начинаем его стилизовать. И на самом деле создание этой страницы шло параллельно с созданием страницы about. И поэтому, видите, шрифтовые решения, арочка. Вот. И здесь у нас небольшие фоточки. Здесь у нас фотографии самого места, локации. Ну, это достаточно продаемко. Хотя, в принципе, у каждой локации можно найти место. Даже неплохо это. Вот. Но занимает очень много места, поэтому мы подсократили. Смотрим, пробуем разные варианты. И приходим вот к такому варианту, где у нас акцент на дате. Потом уже на непосредственно самом мероприятии. Здесь у нас круг по аналогии с about me. И непосредственно по такой же аналогии у нас заголовок. И у нас выделение строчки белым. Слишком контрастно. Мы решили немножко сделать вот таким бежевым. Ну, такое немного вечернее. Ну, оно такое более мягкое выделение получается. В следующем варианте мы уже немножко подуменьшили размеры строчек, чтобы легче было воспринимать. Еще поработали с вот этой TH, которая на самом деле не критичная. И, соответственно, подубрали. By ticket сделали поэлегантнее, потому что в данном случае у нас слишком много линий. Это не нужно. И подписаться на рассылку мы убрали, потому что у нас и так вот здесь вот оно большим используется. Итак, переходим к странице главной. На всех кучах напомню то, что мы главную формируем на основе двух стилеобразующих страниц. Это about и мероприятие. И на основе этого у нас получается сама страничка. Но предварительно мы накидываем блоки, чтобы понимать, какой состав будет этой страницы. И сформировав этот состав, мы уже начинаем окончательно финализировать сам контент. Заголовок, обратите внимание, у нас непосредственно таким же образом, как about me и мероприятие. Дополнительный текст. И вот следующие блоки, они прям максимально повторяют прям about. Здесь максимально повторяют мероприятие. И у нас всего цитата. Потом идет уже работа с фотографиями. Там, скажем, это уже индивидуальный подход самого этого исполнителя и работы с дизайнером. Но основной общий лейтмотив мы сохранили, обратите внимание. То есть, как у нас все выровнено по центральной направляющей. То есть, мы с одной стороны человек как бы направляем взглядом. А с другой стороны у нас есть какая-то вот эта вот тонкая линия, метафора, идея, которая проходит через вот этот контент. То есть, есть синергия какая-то между контентом и взаимодействием, самим дизайном. Вот. И непосредственно даже при смене других фотографий. То есть, вот тут поставили эту фотографию. То расположение такое же. Здесь непосредственно мужчина. То есть, видимо, фотографию... Я сделаю гипотезу, почему выбрали фотографию. Мы обычно это оставляем на предпочтение клиента. И особенно, когда это личный, персональный бренд. Вот. Единственное, что мы работаем над тем, чтобы это логичным стало. Но здесь это очень хорошо. То есть, глобально я вижу, что мы смогли передать наслаждение от музыки, от его творчества и все, что он творит. То есть, какой-то, скажем, космос. И давайте пройдемся по внутренним, другим страничкам. По аналогии, видите, все последовательно. Именно вот так вот и происходит профессиональное создание дизайна сайтов. Когда мы все аккуратно, логично делаем. Здесь у нас страница мерча. Утилитарность напоминает страницу мероприятия. Обложка у нас общая для всех страничек. Но здесь позволили немножко поиграться с дополнительным текстом. Потому что мерч это слово маленькое. Мы так как бы компенсировали. Вот. И сама фотография такой здесь модной, подходящей под эту конкретную страницу. С галереи этой фотографии мы прошли похожий этап. Смотрите, у нас такая сетка была. Такой вариант был, такой. То есть, хорошие варианты, они рождаются на основе перебора, компоновки, поиска. А если ты просто что-то ляпнул и сразу этим доволен, то это значит, что ты не самый ценный дизайнер. Вот у нас есть галерея. Ну и галерея, она немножко напоминает страницу мерча. То есть, должна быть некоторая последовательность между всеми страничками и логика. Здесь у нас папочки, разные группы, события. При клике мы попадаем уже на конкретную страничку с этими фотографиями. Также внизу мы добавили последние посты из Инстаграма и, ну, небольшой текстовый блок, который стилистически у нас основан на формате других страниц. По аналогии мы сделали страницу с видео. То есть, единственное, что ее по-другому немного стилизовали, чтобы это было очевидно, что сетка, раз у нас есть сетка с объектами, она должна в какой-то сеть повторяться. Но логически мы должны показать, что она выглядит по-другому. И это удалось сделать за счет расположения вот этой красной кнопки, которая достаточно уже органично выглядит, потому что пользователи уже привыкли к ней. Плюс еще мы разбили все по группам. Вот у нас live performance, каверы, музыка, влог. И это, с одной стороны, зафиксировало группировку объектов, то есть, раскрыло саму страницу функционально. С другой стороны, оно, скажем, дало этой странице уникальность и разнообразило саму подачу общую. И страница контакты. Ее обычно в самом конце делаем, потому что она утилитарная. В этом ее и сложно, кстати. Надо ее как-то по оригинальному все время еще чуть-чуть представить. Ну и, как видите, вот условно это самое механическое исполнение контактов. Это нормально, когда вы вот так накидываете, главное на этом не останавливается. И мы начинаем пробовать. Вот наш любимый круг, наша любимая арочка тоже. И вот такой вот вариант у нас уже начинает формироваться. Кнопочка круглая для формы, это будет не очень очевидно, поэтому мы сделали более такой привычный. И расположили контент таким образом. Получилось очень, в хорошем смысле, сдержанно, но стильно. Поэтому я, ну, более чем доволен этим результатом. Также хочу отдельно рассказывать про страницу музыка, где вы можете базово прослушать его исполнение. Вот это у нас более стандартное расположение. Мы же хотим некоторую глубину продемонстрировать, продолжить. И мы раскидали пока так. По обложке. Примерно предварительно таким образом расположили. Ну и вот уже это начало формироваться что-то такое. То есть у нас появилась цветовая идентификация. Интификация по непосредственно типу площадки, где мы это будем все это прослушивать. У нас появились переходы на конкретные площадки, что можно было там послушать исполнителя. И получилась такая вот интересная страничка. Так как мюзик у нас по левой границе, мы компенсировали, расположив объекты, вот эти все справа. У нас получилось с балансированной композицией. На всякий случай скажу, все, кто думает сейчас, о, легко делается контент с красивыми картинками, с хорошими фотографиями, большинство сайтов-исполнителей выглядит ужасно. И всегда хочется, скажем, оправдать чужую работу, сказать, а вот у меня более сложная ситуация. Ребят, нужно еще, даже с хорошим контентом, нужно уметь работать. Имейте это в виду. И здесь очень, скажем, тонко работаю везде с тем, чтобы все это хорошо скомбинировалось и работало друг с другом. То есть сложность этого сайта, что он очень простой с точки зрения контента, то есть он скудный, контента здесь мало. Но за счет компенсации всего этого интересными визуальными решениями, логикой, общей линией, которая связывает все эти страницы, получилось сделать глубокий, насыщенный, многоплановый сайт, который передает внутренний мир исполнителю. Напишите в комментариях, согласны вы со мной с этим тезисом или нет. Очень интересно мнение аудитории. Побудьте на месте клиента, но клиента справедливого и честного, который умеет ценить хороших курсов и хорошей работы. Что ж, вам было, надеюсь, интересно, как мыслит дизайнер во время создания проекта. На какие этапы все это идет. Пишите темы, которые хотелось бы вам еще в будущем увидеть. Я с удовольствием вам найду что-то подобное, потому что проектов своих студентов, которым мы помогаем, реально коммерческих, их очень большое количество. Я с удовольствием вам покажу и расскажу об этом. И меня зовут Евгений Кузьмин. Я основатель школы дизайна номер один АПРОК. Если вы хотите тоже, чтобы вам помогли на коммерческом проекте, я вас жду у себя. Что ж, будем с вами на связи. Ждите моих новых выпусков. Помните, если не вы, то не кто другой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!